Может мне сказать что-то, чтобы записалось? Но ты же пробуешь, пробу делаешь записывать? Окей. Пошла запись на радио. Добрый день, дорогие друзья. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Я бы даже сказал так. Так, надо начинать по новой. Там я не выключил радио, оказывается. Секунду. Так, выключаем радио, включаем микрофоны. И начинаем нашу, продолжаем точнее нашу передачу. Чикагское время 11 часов 50 минут. В Москве 20 часов 50 минут. И мы продолжаем наши трансляции на интернет-портале радиоцентра Сан-Гейтс. Дорогие друзья, уважаемые радиослушатели, рады приветствовать вас в нашем эфире. И я бы даже сказал больше. Вайбер-зрители. Поскольку эта передача у нас идет в новом формате по вайберу. Во как. На самом деле ничего не меняется. Вы видите совершенно замечательную женщину в месяце март. Которую зовут Василина Мискевич. Астролог, руководитель проекта «Основание». Ну и сопутствующий этому событию Майкл Мелехов, который находится сейчас в студии интернет-портала радиоцентра Сан-Гейтс. Василина, здравствуйте. Здравствуйте, радиослушатели. Здравствуй, Майкл. Здравствуй, Чикаго. Да. Вот как здорово у нас все работает. Ну, обещанные ждут гораздо меньше, чем несколько лет. Как в той поговорке, у нас обещанное – это март месяц. Коридор затмения у нас практически закончен. Следующее затмение у нас будет еще, ого-го, как не скоро. Ну, вот и мы поговорим о марте. И, пожалуйста, Василина, давай рассказывай. Ну, конечно, хочется всех, в первую очередь женщин, поздравить с наступающим праздником. Надеюсь, вы и 8 марта будете просматривать эту передачу, поскольку в анонсе будут поздравления в обязательном порядке. Ну, и я уже упоминала, что в марте очень сильное влияние астрологические аспекты оказывают именно на женщин. Много спрашивали по поводу ретроградной Венеры, которая тоже с завтрашнего дня будет нас тревожить. Ну, вот давайте сначала все про женщин. Главное, чтобы про женщин сказать-то, уложиться по времени. Давайте. Ну, вот как раз с завтрашнего дня и наступает период ретроградности Венеры. Для тех, кто не знает, просто кто еще мало знаком с астрологией, мы наблюдаем положение Венеры с позиции на Земле. Когда она делает петлю, находится далеко, и по отношению к Земле получается, что немножко уходит назад. Конечно, на самом деле Венера с той же скоростью движется по той же орбите, никуда она назад не поворачивает, но влияние ее на нас, землян, попятное. Что значит попятное? Мы возвращаемся в какие-либо события, которые уже имели место быть. Венера, которая делает ретроград по знаку Овна, возвращается в этом знаке, она идет в знак Рыбы и входит в знак Рыбы 27-й, по-моему, градус, 14 апреля. То есть вот этот период ретроградности. Каждый из радиослушателей, который любит астрологию, немножко разбирается во всех этих наших кодах и влияниях углов планет, может посмотреть, что же было с Венерой, когда она была в январе месяце в знаке Рыб, а именно в 27-м градусе. Это было точно, могу сказать, 30 января 2017 года. Могу сказать, что дата мне запомнилась, лично мне, тем, что произошло обострение военных действий именно на Донбассе. То есть вооруженные силы Украины, атошники, так называемые все, принялись там чего-то стрелять, швырять снаряды. То есть сейчас эта ситуация повторится. Завтра мы входим в ретроград, с завтрашнего дня. И период этот такой растягивается до середины апреля. То есть вы понимаете, что мы опять возвращаемся к тем же событиям, которые имели место быть 30 января. Также лично каждый из вас может сделать прогноз для себя, что происходило с вами 30 января. Куда будет возвращаться Венера, делая попятное движение и возвращая вас к этим событиям. Что-то нужно будет там доделать. Надо сказать про Венеру, несмотря на то, что она будет проходить по знаку Овна, такому довольно агрессивному и богатому на необдуманные поступки знаку, она идёт в знак Рыб. А Рыбы полны неопределённости, полны таких непредсказуемых событий, но и довольно творческие Рыбы у нас. Поэтому события не будут прямо вот слишком агрессивные. Возможно, что события будут с каким-то творческим подтекстом. То есть тут будут делать вид, что стреляют, делать вид, что договариваются. Ну и особое внимание, раз мы возвращаемся в знак Рыб в районах боевых действий, стоит уделить предприятиям химической промышленности и энергетической промышленности. Наверняка будут опять проблемы со связью, с энергетикой, то есть со светом, запасаемся свечками и довольно такой большой всплеск агрессии и ненаверия, учитывая знак Рыбы. Ну а сам весь месяц Март можно разделить на небольшие периоды. Те же боевые действия будут подчиняться именно этим периодам. Ну и я про них расскажу. Первый период я выделила с 4 по 9 марта. Такой с женской энергетикой период. Влияет очень сильно на женщин, именно на женщин. Планеты выделяют женщин на планете. И кроме того, что сами женщины мы начнем вести себя довольно активно и агрессивно, не стоит забывать, что женского рода такие нехорошие вещи, вот как война, бомба, все это имеет такой женский род. Астрология, наука тоже, тоже женского рода. Кто-то сказал, что у войны не женское лицо, очень даже женское. Это сказал автор фильма. Книги. Книги, по нему, которым был поставлен фильм. Женщинам стоит быть осторожнее, аккуратнее, поскольку на женщин будут и какие-то гонения, покушения. Все мы станем Жанна Бедарк, все мы станем амазонками, все мы будем сопротивляться. И на этом фоне, надеюсь, хорошо, что праздник нас будут успокаивать букетами цветов, духами и прочими подарками. Не злись, дорогая. Как-то так. И Красная Москва. Да, вот что-то Красное. В Москве мы все возвращаемся. Возвращаемся, ностальгия, ностальгия. Вот тяжело достать у нас, не знаю, как в Нью-Йорке, Апчика, Красную Москву. Тяжело достать как-то. Вот народ спрашивает, спрашивает. По старой памяти еще, наверное. Я в Минске не видела Красную Москву, но я думаю, что москвичи, если их попросить, обязательно пришлют. Я знаю, что там продается Красная Москва. Такая ностальжия. После 9 марта мы входим в такой шумный период, ветреный, неблагоприятные какие-то погодные условия будут нас прессовать, в общем-то. Ну, а шумный в каком плане? В средствах массовой информации будет очень много шума. Видать, у этого шума будут какие-то события вызывать этот шум будут. Споров очень много. А события какого рода из политического плана? Любого плана? Или скандального в семье, допустим? Если касаться каждого из нас, этот период повышенный такой конфликтности и скандальности. Поэтому мы привыкли, что телевизор является членом нашей семьи, поэтому мы смотрим, там тоже начинают скандалить, там тоже начинают выяснять. И, скажем так, если этот период опасен для средств массовой информации, то стоит опасаться за жизнь журналистов. О как! Это и аварийные ситуации, и различные конфликты, поэтому советую Майклу соблюдать осторожность с 9 по 12 марта. В плане чего? И конфликтовать. В плане... Дорогу внимательно переходить. Вот так. Дорогу тут переезжают. У нас редко переходят дороги. Да. Ну, Майкл задал вопрос, о чем будут скандалы. Вот как. Ну, могу сказать, что это скандалы, связанные с властью. Будут обсуждать, опять вернуться к проблемам в Америке, в первую очередь, к проблемам Трампа. Найдут обязательно, о чем опять поскандалить. То есть, опять мы возвращаемся к этой ситуации. Чем-то будут... Что-то будут обсуждать. Ну, и в целом, власть будет как-то осуждаться. Ну, много-много аварий, в принципе, в этот период. И таких серьезных аварий, когда транспортное средство во что-то большое врезается. Может быть, в стену дома, может быть, в бетонное заграждение. Но это говорит о том, что, возможно, гололед какой-то опять будет скользко. И уже с 9 по 12 марта. Так. С 12 по 16 такое продолжение шумное. Но это все еще как-то в воздухе больше. Поэтому весь этот период и с 9 по 12, и с 12 по 16 связан с ветром, с опасностью для пассажиров, которые летают на частных самолетах, больших самолетах, вертолетах. То есть это все в воздухе витает. Очень нехорошо и шумно. Но все-таки ближе-ближе к 20 числам ситуация в марте будет накаляться. И вот конец вот этого периода, который я только что выделила, до 16 марта. Конец именно там, может быть, 15-16, даже до космоса дойдет. А поэтому, возможно, какие-то запуски ракет будут производиться вот в срочном порядке. А может быть, аварии где-то там на космических станциях тоже вполне допускают. Ну и сразу же перейду к датам 16-17 марта. Вероятно, землетрясений на планете увеличивается в этот период. Опять-таки такой нехороший момент для Италии я бы выделила регионы. И тут у меня помечен Иран. Но Иран может фигурировать именно как страна вообще в новостях. Ну а в Италии, возможно, какие-то опять повторные толчки, повторные землетрясения. Ну и огромный Китай, центр Китая. Центральные регионы, центральные какие-то массивы Китая тоже бы выделила. Ну а в Чикаго и где-то, скажем так, в Беларуси опасаться нечего. Стоит только быть осторожнее при движении на транспортном средстве мимо бетонных стен и мимо заграждений. Вот, в общем-то, так. Дальше. Мы любим такой прогноз с Майклом обсуждать по поводу валют, по поводу бирж. Давно не обсуждали. Котировочек. Так вот, самая интересная неделя, которая заканчивается 17-го, как раз-таки в пятницу 17-го марта. Вот последние три дня недели очень шумные именно на биржах, связанные со снижением котировок, я так понимаю, на нефть, на индексы с временным снижением, с временным. То есть кто-то там что-то будет регулировать, какие-то, наверное, события, связанные с нефтью, будут происходить, и произойдет временное снижение. А уже следующая неделя говорит о повышении цены, о возвращении на прежние позиции. Ну и вообще ситуация на биржах, рынках и даже базарах именно с 15-го по 17-е, вот конец недели такая, очень напряженная. Поэтому, если кто-то работает на рынке, торгует в магазине, вот стоит как-то выходные взять лучше и не появляться там на самом деле. Потому что будет очень много конфликтных ситуаций. Ну и для любых банков тоже такой неблагоприятный период. Ну это банки, их время подходит к концу, так что ничего страшного, пускай привыкают. Ну понятно. По заболеваниям, я бы хотела сказать, все опасаются каких-либо периодов таких нехороших. В общем-то, главное, мы миновали по разным вирусам, гриппам и прочим болячкам. Но в марте я бы все-таки с 15-го по 20-е выделила период повышенной заболеваемости. И этот же период, возможно, будет связан с системой здравоохранения. То есть, например, мы где-то там в России будем слушать Веронику Спарцову, какие она будет там новые, может быть, законы продвигать. Кто-то еще будет каких-то своих лидеров по здравоохранению наблюдать. Простите, Вероника Спарцова это кто? У нас глава здравоохранения. В Беларуси? Нет, в России. В России. Я просто вижу, что белорусов просматривает мало. Устали все, наработались и отдыхают уже. Это я и говорю про Россию. Россиян вон сколько. Ну, а чего там? Картошки уже там, пульбу там уже выкопали. Белорусская картошка потихоньку уходит в прошлое. На нас белорусов уже несколько иные аспекты действуют. Ну, пусть, пусть будет. Урожаев, может и не будет, но картошка как символ останется. Ну и пусть будет картошка. Вот, ну, поберегите свое здоровье и защищайтесь от вирусных заболеваний именно с 15 по 20 марта. Так, у нас есть еще один период, связанный с поводнениями возможными и такой повышенной пожароопасной обстановкой. Тоже приходится на 15 и 20 марта. То есть вы просто для себя записываете и потом будете следовать всем этим периодам. Как себя вести. Узнаете, что у вас 30-го было, чтобы предупредить ретроград Венеры свой, чтобы сделать все, как положено. Сделайте табличку, запишите все эти числа и все будет вам понятно, что ожидать в марте. Никаких сюрпризов. Все, в общем-то, рассказали. Ну, понятно, что про женщин мы не только в связи с 8 марта говорили. Это действия астрологических аспектов. Просто совпадает именно с периодом 4-9 марта. Как раз на 8 марта. Вот как-то так и весь прогнозик уложилось в минимальные сроки. Ну, отлично. Хорошо. Я слушал прогноз очень известного астролога, женщины-астролога. Это физическая астрология. Она говорила, что связаны будут погодные условия и очень серьезные будут с водой, короче говоря, все это связано. То есть это будет, ну, если это землетрясение, то, конечно же, это вода, это цунами и так далее. Это волнение. Но, кроме всего прочего, это очень и очень сильные дожди будут. Ну, и... С 15-го по 20-е марта. Но нужно учитывать, что регионы разные. Если где-то наводнение, сильное наводнение, то может быть в другом регионе пожары. Угу. В общем-то, один и тот же на пожары и на наводнение, тут именно с речной водой связано, действует один и тот же аспект. А вот цунами, про цунами я не говорила. Цунами это морская вода. А сейчас, с 15-го по 20-е, это пресная вода. Значит, это разливы рек, это сильные дожди. Ну, вот по поводу пресной воды, как раз-таки тоже шла речь. Я об этом говорил. В соответствии с прогнозом проводится аналогия именно того, что там скорпион, уран. Ну, сейчас не буду технические там какие-то вещи. И проводится аналогия с 1849 годом, когда была заражена пресная вода и была эпидемия холеры. То есть, без контроля, нет полного контроля над питьевой водой. Вот это серьезные вещи, которые надо учитывать. Есть такое где-то вот в ваших прогнозах? Очень интересный был аспект затмения. Он просто говорил, говорящий аспект, связанный там с позицией, с положением Черной Луны. Он говорил об авгиевых конюшнях и о том, что вот как раз вперед может быть связан, похож на подвиг Геракла авгиевых конюшней. А как он чистил эти авгиевые конюшни? 30 лет царь Авгий складывал этот весь в мусор. То есть, лошади у него были и овцы были, и все они там под себя ходили. В общем, уничтожили все конюшни и все вокруг. Геракл пришел, посмотрел, что он никак по-другому не справится, а запустил туда воду, именно в авгиевые конюшни. И вода вымыла все, навоз, все это, гниль. Таким образом, в общем-то, вода тут очищающая, наоборот, а не зараженная. Она вычищает грязь. Понятно. Ну, хорошо, Василина, спасибо большое. Дорогие друзья, мы сегодня, не запланирована у нас передача, мы решили протестировать новый способ общения. Я не скажу, что это лучше или хуже, чем так, как мы общались с Василиной, в частности, в скайпе. Но, во всяком случае, слышно и видно. Уже хорошо. И, дорогие друзья, благодарю Вас, то, что Вы с нами. Это я обращаюсь к нашим уважаемым радиослушателям, Viber, YouTube-пользователям. Передача, как всегда, записывается. Она будет выложена в YouTube. И мы будем очень рады Вашим замечаниям, комментариям, предложениям. Хочу еще отметить, что мы планируем это те... Вы знаете, мне придется сегодня поработать и выложить ее сегодня. Потому что на завтра запланировано, вроде бы, насколько я знаю, в международном клубе, международном женском клубе, не имени 8 марта, а который называется Lotus Heart, сердце лотоса. Со специалистом нашего центра по вопросам здоровья и правильного питания, Ритой Борд. Будет вот такая совместная передача, Ритой Борд и Василий Мискевич, именно в рамках вот этого международного женского клуба Lotus Heart. Что это за клуб? Ну, вот есть такой клуб, где, в общем-то, участвуют только женщины, кстати. Нам вход туда воспрещен, ну, если только по специальному разрешению руководителей этого клуба. Поэтому следите, так сказать, за рекламой. Это будет действительно интересно, и мы попробуем это все протранслировать. Ну, во всяком случае, Рита там сейчас этими вопросами всеми занимается. И это будет, естественно, в средствах массовой информации, то бишь, в сетях, в социальных сетях. Так что ждем завтрашней программы. Программы, ну, вот посмотрим, посмотрим, как она пройдет. Ну, предварительно она планируется на 22 часа вечера по Москве. И повторюсь, что мы приглашаем только женщин, потому что мы мужчин обсуждать будем, поэтому мужчинам вход воспрещен. Да, ну, эта передача, кстати, она будет, насколько я знаю, открытая. Следующая передача будет закрытая, потому что будут обсуждаться вопросы, которые не для общего пользования. Это первое. Второе, дорогие женщины, это для вас, можно сказать, подарок. Почему? Потому что вы можете задавать ваши конкретные вопросы в рамках. Ну, соответственным образом, не для общего пользования, повторяю, даже если там будут только одни женщины. Короче говоря, там, насколько я знаю, надо регистрироваться. Ну, это уже не ко мне вопрос. Я просто так проанонсировал событие, которое произойдет завтра. Василина, еще раз спасибо большое. Вам спокойной ночи, потому что время у вас уже позднее. А у нас скоро пора приступать к ланчу. Так что и вам, и нам пора заниматься, то, чем нам положено заниматься, именно в этот временной промежуток. Хорошо? Хорошо. Спасибо. Всего хорошего, девчонки, с наступающим праздником. Да. Мальчишки и девчонки, а также их родители. Все. Ну, пока-пока. Продолжение следует...